Передовые технологии, алгоритмы и коды, стремительный рост и выход на международные биржи. Согласитесь, это звучит слишком привлекательно, чтобы современная путинская власть оставила такого значительного частного бизнес-игрока, как Яндекс, без своего внимания. Поисковая система Яндекс.Веб была впервые представлена в 1997 году. Первая рабочая версия поискового приложения под названием Яндекс, еще через русскую Я, появилась в 1993. Она была создана Аркадием Воложем и его однокурсником Ильей Сигаловичем. В 2001 году Яндекс стал лидером Рунета, а спустя 10 лет – одна из крупнейших в Европе интернет-компаний с капитализацией более 10 миллиардов долларов. К 2013-му Яндекс.Поиск занял четвертое в мире место среди всех поисковых систем и второе среди неанглоязычных систем после китайской Байду. Тогда же в 2013-м скончался сооснователь компании Илья Сигалович, человек, без которого по общему признанию не было бы никакого Яндекса. А еще он одним из первых пожертвовал своей гражданской позиции ради компании и не вышел на болотную, чтобы не навредить бизнесу. Есть какой-то непонятный мне расхожий миф о том, что в истории компании Яндекс была какая-то поворотная точка, начиная с которой все пошло как-то не так и пошло совсем по-другому. Мне кажется, что такой точки не было. Говоря математическим языком, это была ярко выраженная кривая, некоторый путь, который компания выбрала. Компания выбрала этот путь как способ введения бизнеса, в котором должны были выиграть буквально все. Невозможно выиграть в игру, в которой один из игроков, именно государство, меняет правила игры буквально на каждом шагу. После смерти бизнес-партнера глава компании Аркадий Волош объявил о планах Яндекса выйти за пределы поискового рынка. К этому моменту Яндекс насчитывалось десяток, а то и больше, собственных бизнес-юнитов, включая такси, маркет и Яндекс.Музыку. А еще занимался развитием приобретенных активов, например, кинопоиском. Впрочем, управлял своими активами не только Яндекс. Начиная с 2008-го, сразу после войны в Южной Осетии, в двери компании постучались из администрации президента. Тогда в Яндекс впервые пришли люди из администрации президента, которые попросили дать им доступ к Морде на жаргоне яндексоидов. Так называется главная страница с пятеркой новостей. Люди из администрации президента попросили дать им доступ к Морде, чтобы иметь возможность ставить туда только проверенные отечественные хорошие новости. И от той попытки Яндекс отбился. Со временем люди из Кремля все же возьмут под контроль выдачу новостей на сервисе. Компания согласует с чиновниками так называемый «белый список» из 15 новостных источников. Ни одно независимое или попросту нелояльное власти СМИ в этот список не попадет. Новая газета и их Москвы, официальные СМИ с очень большой цитируемостью, вот их заголовки, заголовки их новостей никогда не попадали на главную страницу. И, что важно, что это не попадание никакими действующими на тот момент законами Российской Федерации не регламентировалось. То есть нельзя было сказать, что у нас нет новой газеты, которая там никаким была не закрыта, лицензия у нее была не отозвана, она иноагентом не была, она только успела получить Нобелевскую премию несколько месяцев до этого. Вот что, ее не будет никогда на Яндексе, там какие-то, не знаю, там Regnum или Regions.ru будут, а ее не будет. Война, развязанная Владимиром Путиным 24 февраля, заставила обратить на новостной сервис компании куда как более пристальное внимание. Похоже, в Кремле все же получили доступ к главной странице сервиса. Действительно, в тоталитарном режиме делать новости невозможно. И поэтому, когда мы говорим с вами о какой-либо партийной реальности, тут ведь проблема в том, что массовые медиа, они эту реальность и создают. Они ее не отражают, они ее создают. Яндекс.Новости создавали когда-то этот продукт, который показывает картину, и отражает картину, и аранжирует картину, но не создает картину. И для того, чтобы свою миссию выполнять и аранжировать что-то, в стране должно быть множество независимых СМИ. И необходимо, чтобы алгоритм позволял показывать наверх, вытаскивать наверх то, что эти независимые СМИ публикуют. Все новости, которые они делают. Яндекс.Ни делает новости. Когда в стране нет независимых СМИ, показывать нечего. Поэтому и говорить не о чем. 1 марта бывший руководитель Яндекс.Новостей Лев Гершинзон призвал своих экс-коллег, гендиректора Яндекса Елену Бунину и управляющего директора Тиграна Худовердяна перестать играть на руку пропаганде. На пост Гершинзона обратили внимание и рядовые сотрудники, которые попросили на очередном хорале Яндекса убрать новости с их главной страницы. Руководство компании отказалось. Дальше. Новый имиджевый скандал. После устроенной российскими солдатами массовой резнию Буча Яндекс.Поиск по запросу Буча выдал исключительное изображение туристических достопримечательностей. Но потом Яндекс.Карты стерли границы государств, представив Россию как страну без границ. В конце концов, информационные сервисы Яндекса стали настолько токсичными, что признать это были вынуждены даже топ-менеджеры. Уже упомянутая Елена Бунина переехала в Израиль и сообщила в письме сотрудникам, что не собирается возвращаться в Россию, поскольку не может работать в стране, которая воюет со своими соседями. Собственное содействие войне она не стала комментировать. После ее увольнения на должность гендиректора компании был назначен Тигран Худверзян. Но не продержался и дня, поскольку попал в санкционный список Евросоюза и вынужденно покинул компанию. В августе компания обменялась активами с ВКонтакте. Яндекс отдал Дзен и Яндекс.Новости, а получил сервис доставки Delivery Club. В рамках сделки Яндекс также передал свою главную страницу в пользование ВКонтакте. И, собственно, это, мне кажется, самое главное во всей этой сделке. Самое главное, что произошло, что все эти 9 месяцев ничего с этим блоком из 5 новостей на главной странице Яндекса не случилось. И сегодня там все то же самое. Значит, мне могут сказать, что ты не следишь, Яндекс избавился от токсичных активов. Такую фразу можно было читать, начиная с весны, в разной уважаемой прессе. Ну, я тогда по-простому спрошу, а что это значит? Он избавился, его теперь нету. Ты теперь, если вбиваешь в браузерную строку Яндекс.Ру, ты не видишь эти новости, ты их видишь. 25 ноября председатель счетной палаты Алексей Кудрин подал заявление об уходе со своей должности. Слухи о его отставке ходили с сентября. СМИ писали, что Кудрин может занять руководящую должность в Яндексе и помочь компании разделить бизнес на российские и международные. В тот же день Яндекс опубликовал пресс-релиз о разделении бизнеса. Новая структура компании предполагает развитие части международных бизнесов, которые выделят в отдельные юниты под голландским управлением. Сам же бренд Яндекса, а также права на интеллектуальную собственность и большая часть проектов будут объединены под управлением нового юридического лица в России или со вполне физического, Алексея Кудрина. В число акционеров также могут войти структуры Владимира Потанина, недавно купившего Тинькофф Банк. Что это значит, если вы на это смотрите сверху и если вам интересно взаимоотношение компании с государством? Значит, что компания пришла к тому, что она очень сильно сидит на земле и все эти деньги она зарабатывает в одной стране, а там раньше часть из них тратила на разные клевые международные проекты, на беспилотные автомобили, там в Америке, на роверы-доставщики и так далее, и так далее. В этой ситуации, конечно же, совершенно очевидно, что это взаимодействие этой компании и этого государства, что бы это ни значило, будет все более тесным и зависимость будет все больше и больше. Компания Яндекс наглядна пример того, что сделки совести в попытках спасти бизнес в российских реалиях не работают. Чем успешнее становилась компания, тем больше власть хотела взять ее под свой контроль. Чем больше были персональные риски топ-менеджеров, тем охотнее они шли на компромиссы. И тем меньше у них оставалось шансов на сохранение независимости. Больше всего менеджеры боялись национализации компании и сами же к ней привели. Сделки совести тем плохи, что в случае проигрыша остаешься и без денег, и без репутации, и без совести.